Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перші кроки на шляху професійної музичної освіти. Які вони складні і одночасно неймовірно цікаві. Ми з вами у дитячій музичній школі номер 5 міста Миколаєва. Досвідчений педагог по класу саксофона та кларнета Сергій Іванович Пономарьов проводить індивідуальне заняття. Першу частину ты сыграла хорошо, а вот вторая как бы припев. Та-та-да, 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 та-та-та-та-та-да. Здесь немножко не получилось, почему? Потому что неуверенно были пальчики. Ну-ка давай попробуем эту вторую часть сыграть. Юну ученицю-маестро звуть Настюша Ляхова. Їй лише сім ручків. Між тим за плечима дівчинки вже трирічний курс навчання грі на фортепіано. Два місяці тому Анастасія вирішила навчитися досконало грати і на саксофоні. І є вже перші результати. Два місяці тому Анастасія вирішила навчання грати і на саксофоні. Пианино. Почему? Потому что на саксофоні пальцы прямо ставят, а на пианино надо согнуть их. Для того, чтобы играть на саксофоні, надо знать, как берутся ноты. А еще, наверное, надо знать, как правильно дышать. Ну да. Сложно вот вдох такой сильный-сильный делить? Нет. Настя рассказала, что кроме музыкальной школы, она обожает проводить занятия с фигурного катания. У этой сферы девчинка не раз показывала лучшие результаты на заходах разных уровней. Между тем, сегодня ее мета – саксофон. В ходе занятия Настя зібрана и сосределена. Уважно слушает на станови вчителя. Трохи напруга спадает, когда у класс заходить ее любимый Тарасик. И дети-залюбки показывают уже добрый, отработанный номер. Когда ребенок приходит в школу, к тебе ученик приходит, и появляется какой-то такой спортивный азарт. То есть первое желание – хочется ребенка научить играть. А уже потом происходит трансформация. То есть кто-то начинает более в классическую жанр идти, а кто-то любит эстрадное направление. Мы работаем над тем, чтобы каждый ребенок играл и классическую, и эстрадное направление. Потому что мы разносторонне развиваем детей. Тарасику и Настуні пощастило в жизни, бо их родинное коренье насичено творчими традициями. Дідусь Тараса – Олександр Присенко. Відомый миколаевский спевак и музыкант, имя которого есть прекрасной перлиной у низки известных личностей Миколаевщины. Бабуся и мама хлопця також своє життя присвятили служению ее величности музыки. Тарас почав пізнавати ази музичного мистецтва 7 років. И сегодня, когда ему уже 13, хлопец делится уже своими пережитими чувствами из света музыки. Я сейчас вам сыграла мой любимый этюд, который называется «Силуэт». Скажи, пожалуйста, Тарас, как давно ты занимаешься в школе? Я занимаюсь в музыкальной школе уже 6 лет. За 6 лет. Вот как ты считаешь, что произошло в твоем сознании? Чему ты научился? Что ты новое познал? Что ты теперь умеешь делать? За эти 6 лет я привык к этой музыке и полюбила ее настолько, что она изменила мою жизнь. Я везде ее слушаю, она мне нравится очень сильно. Во-первых, благодаря музыке можно путешествовать в различные времена и слушать различных композиторов. Чем у тебя ассоциируются звуки фортепиано? Ну, звуки фортепиано, они, во-первых, могут быть разными. Могут быть грустными, могут быть веселыми, длинными такими, плавными или резкими. Мне предполагают, что фортепиано – это как путь в зависимости, какая жизнь ведет человек. Бывает, что такое, знаете, игривое, замечательное, великолепное, веселое. Бывает такая, знаете, скучная, меланхоличная, ну, бывает спокойная. Ну, как бы, мне кажется, что все как связано, как будто бы. Именно с жизнью человека? С жизнью человека. Фантазии его мысли. Вот композиторы, они связывали свои мысли, фантазии, эмоции и вкладывали в это свои этюды, да, композиции, произведения. Тарас рассказывал нам, что ему интересно познакомиться самого себя. Тривалий час захопливался хореографией. Для того, чтобы понять суть народжения звука, вступает в музыческую школу. Что дальше, парень пока не открывает все тайны. Между тем, каже, прагне, как наиболее, урязноманитнити коло своих зацикавлений. Те, кто хочет заниматься музыкой и любит музыку, он обязательно должен прийти в музыкальную школу. Это будет сначала трудно, но ты должен привыкать к этому и стремиться, и тогда будешь получать удовольствие, не будет никаких усложнений, у тебя все получится. Все же таки не зря говорят, что музыка от Бога. Поэтому есть дети, которые очень хотят, но у них не получается. А есть дети, которые не хотят, но получается. Они не так небрежно к этому всему. Но единицы, которые и хотят, и получаются. Вот здесь ты получаешь истинное наслаждение, особенно, когда ты его доводишь уже до выпускного вечера, и когда он на выпускном экзамене выдаёт продукцию, можно сказать, вот здесь получаешь море удовольствия. Сколько таких миттєвостей бентежили душу досвідченому педагогу, музыканту с майже 50-ти речным стажем. Каже, що його професія ювелірна, тому що один на один, тому що немає права не побачити, не дати шансу розквітнути юному даруванню. Тому Сергей Іванович активно долучає своїх учнів до участі у різних творчих заходах, конкурсах, фестивалях, концертах тощо. У 2012 до 2015 роках учні його класу брали участь у міжнародному творчому проєкті фестивалі «Європа. Перший свисток», який проходив у Польщі. Для участі у цьому фестивалі юні музиканти з трьох країн – Німеччини, України та Польщі – були зібрані у зведений духовий оркестр. Результатом щоденних репетицій, майстер-класів та тренінгів, які проводилися протягом тижня, став фінальний гала-концерт оркестру, який з великим успіхом пройшов у театрі міста Свідниця. Сергій Іванович та всі його учні отримали сертифікати учасників цього неповторного творчого проєкту. Між тим, мудрий наставник чітко визначає головну складову на шляху до успіху у мистецтві гри на саксофоні, величезне бажання та зацікавленість дитини. Коли дитина мчиться в музикальну школу, його не заставляють, він сам сюди йде. Йому цікаво. А коли дитина з-під палки йде в цю школу, він тут нічого не отримує. Тому що як можна наліть в сусід, якщо він закритий. До речі, цікаво знати, юні друзі, що історія виникнення саксофону бере свій початок у Франції в першій половині 19-го століття. Саме тоді виникла ідея створити новий духовий інструмент, який би зміг об'єднати характерні особливості мідних та дерев'яних інструментів. У 1842 році бельгійський майстер Адольф Сакс створив новий інструмент. Названо цей інструмент на честь його прізвища. Так народився саксофон. 17 травня 1846 року Адольф Сакс запатентував свій витвір. Викладаючи в Паризькій консерваторії, він також став автором першої школи гри на цьому інструменті. Тоді ніхто і подумати не міг, що саксофон стане провідником цілої музичної течії під назвою джаз. В 70-х роках Європі з'являється багато оркестрів з цікавим аранжуванням відомих творів і різноманітним репертуаром. Так з'явилися оркестрі під керівництвом Джеймса Ласта, Поля Моріа. У всіх цих оркестрах на перших місцях стоїть саксофон. І сучасні молоді таланти також не залишаються байдужими до дивних звуків саксофону. У них своє бачення, своє звучання. Субтитрувальниця Оля Шор Дякую за перегляд! 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 Все эти ноты высокие, я ее не понимаю. Тебе ближе музыка какая тогда? Спокойная, которая мечтательная, романтическая, романтизм. Под нее можно о чем-то мечтать или что-то решать для себя, думать. А ось на заняття поспешають маленькі горобчики, підростаєчи покоління вихованців Сергія Івановича. Вони ще зовсім малі, але відкриті до світу творчості. І як вперше пірнають викладачі разом з маличою за творчими скарбами у неосяжне море дитячої фантазії. Субтитрувальниця Оля Шор Давай знакомиться с тобой. Я Коля Козловський, по отчеству Николаевич. Николай Николаевич, сколько вам лет? Мне 9 лет. Так, как получилось так, что музыка увлекла? Музыка, только я когда... у меня была такая подружка, зовут ее Лиза. Я пришел первый раз на урок Людмиле Демьяновне. Ну, она пришла, но мне Людмила Демьяновна сказала именно, что у меня хорошие данные. И пригласили меня Сергей Иванович и Людмила Демьяновна учиться у Сергея Ивановича. Первым делом нужно именно знать ноты. Потом ты уже по нотам можешь играть какие-то песни. Сначала легкие, а потом все сложнее и сложнее. Джингл Бэлс для тебя сложная мелодия? Джингл Бэлс, тогда, когда я его начал еще изучать, то мне он был очень тяжел, тяжел. Все вокруг меня, все друзья мои играли, ну а я никак не мог его выучить. Ну, когда стал заниматься дома, то уже все получилось. Все хорошо уже, да? Кольчика, ну что ж, Джингл Бэлс это обозначает, что скоро Новый год. Дед Мороз придет. Желание готово уже? Желание? Да. В будущем я бы хотела исполнить именно произведение свое. Личное написать? Лично. А ты уже как-то знаешь, как надо написать произведение музыкальное? Да, я знаю. Я дедушке, когда-то дома он попросил меня, я играл, выдумал. То есть, чистая импровизация была, да? Сложно это? Ну, как бы на ходу думать это чуть-чуть тяжело. Ну, я справился. А цего синьокого хлопчину звуть Ромчик. Ему 8 лет, между тем 3 из них уже присвятил музыке. Каже, что трудности на шляху упаковки музыческого мистеца его не лякают. И работать щодня он уже звук. У вас каждый день идут репетиции, занятия, да? А в это время твой дружок там какой-нибудь играет в футбол и говорит, да бросай ты свой саксофон, пошли играть в футбол. Бывало такое? Ну, иногда. И что ты ему отвечаешь? Подожди, я сейчас доиграю и приду. Для тебя важно доиграть, да? Закончить. Скажи, как вот ты себя перенастраиваешь, чтобы научиться все-таки? Вот на что ты настраиваешься? Какую цель для себя ты ставишь, чтобы все-таки стать хорошим музыкантом? Ну, много играть, там ходить на занятия, учить разные произведения. Понятно. Кем будущим ты станешь? Музыкантом. Все-таки музыкантом? Ты будешь играть в Оркестре Большом или ты будешь солировать? Ну, я еще не знаю. Ну, Могут, желание уже загадано? Ну, пока есть один вариант. Ты нам его откроешь? Ну. Наверное, машина какая-то классная, нет? Та нет, просто чтобы было много друзей. У меня и так их очень много, но хочу еще больше. Между тем, и Сергей Иванович поделился с нами своёю найзаповетнейшую мрёю. Виявляется, и у дорослих под ялинку також есть свои желания. Я был, видите, разный саксофон-сопрано, саксофон-альт, саксофон-тенор, саксофон-баритон. То есть, для малышей это не по сильному инструменту. Но я надеюсь, что мы подрастем и мы создадим опять интересный квинтет, где будет бритон-саксофон, где будут разные саксофоны. Ну, вот такая мечта у нас. Если человек про что-то мечтает, это означает, что жизнь продолжает. И нехай веселят звеночки, чью мелодию так старанно оттворюет малыша, лишь наблизят здействие на найзаповетнейших мрёй каждого смеливца. Редактор субтитров А.Семкин